Коммунальная квартира в Сивцевом в Рашке. Скорая помощь пытается спасти человека. Больно. Делайте хоть что-нибудь. Видите, я умираю. В свои последние полчаса по-режиссерски командует Александр Кайдановский двум измотанным реаниматором. Врачи пытаются спасти знаменитого актера. Но все безуспешно. Третий по счету инфаркт. Кайдановский понимает, жить ему остаются считанные минуты. Но, как ни странно, он выглядит вполне спокойным. О смерти Кайдановский знает все. Потому что постоянно думал о ней. И слишком часто заглядывал по ту сторону жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот и лето прошло Словно и не бывало На пригреве тепло Только этого мало Подождите, командир Я должен кое-что сказать Я не человек Одна посхватила на дверь И их осталось двое Доктор Генрих Вольф Карин Карин Господи, ну почему же ты помогаешь этому кретину, а не мне? У меня вызывает бурю эмоций мой родной папа Александр Леонидович Кайдановский Я сейчас на грани того, чтобы заплакать Потому что, конечно, у него была трагическая судьба И, по сути, мне всегда его было очень жалко Хотя, наверное, его не в чем было жалеть Он был абсолютно самодостаточным человеком И очень много людей хотели быть рядом с ним Но мне всегда казалось, что он один Он несчастный И вот такое вот было у меня, у ребенка Вот это чувство к нему Александра Кайдановского считают одним из самых странных актеров конца прошлого века Его часто сравнивают с героями, которых он сыграл Актер ненавидел эти сравнения Не хотел быть вечным поручиком Лемки Охотящимся за красным золотом И быть для всех сталкером он тоже не хотел Кайдановский был настолько разным Что никто не знает, каким он был на самом деле Когда человек родится, он слаб и гибок Когда умирает, он крепок и черств Когда дерево растет, оно нежное и гибкое А когда оно сухое и жесткое, оно умирает Черствость и сила Спутники смерти Гибкость и слабость выражают свежесть бытия Поэтому, что отвердело То не победит Смерть со временем стала любимой темой Кайдановского во всем, что его окружало В творчестве, в разговорах, в жизни Мистика и трагические совпадения преследовали его с момента рождения Кайдановский уйдет из жизни в декабре 1995 года Его отец и мать тоже умерли в первые три дня этого же месяца Только в разные годы И причина была одна Сердце Когда ему наступало 49 лет Он говорит, моя мама умерла в 49 лет И мой папа умер в 49 лет От инфаркта И он очень как-то боялся этой черты тоже Подсознательно Кайдановский ждет смерти Но беречься не хочет Он не боится умереть Смерть ему интересна Ну что стоишь? Уходи Я умереть хочу, слышишь? Я тебя как солдат-солдат прошу В 1982 году знаменитый актер неожиданно для всех придет учиться на высшие курсы сценаристов и режиссеров Свою первую режиссерскую работу он решит снимать по рассказу Толстого Смерть Ивана Ильича Руководителем мастерской режиссера Сергея Соловьева удивит такой выбор Он предложит Кайдановскому одуматься Однако тот будет твердо стоять на своем Вообще не понимаю этого страха перед смертью Я живу, пользуюсь теми благами, которые мне дают жизнь И считаю, что благ больше, чем злой На роль Ивана Ильича дебютант пригласит Валерия Приемахова Через месяц у Приемахова найдут смертельную болезнь, от которой он вскоре умрет Смерть Ивана Ильича Я говорю, ну это же ужасно Страшно рассказать Охота тебе в ближайшие полгода прожить в мире смерть Ивана Ильича Потом ты еще начнешь экранизировать архипелаг ГУЛАГ Я говорю, ну это же ужасно Мучит душу вообще Выматывает тебя как личность, как человека И сейчас я думаю, что зря он снимал смерть Ивана Ильича Несмотря на то, что это совершенно замечательная картина В бесстрашии Кайдановского было что-то необъяснимое Однажды во время учебы в Щукинском училище Он и его друзья, будущие знаменитости Борис Галкин, Владимир Качан и Леонид Филатов Возвращались ночью через Марину Рощу Неподалеку от Рижского вокзала К ним пристали шестеро хулиганов с ножами Драка могла закончиться чьей-нибудь смертью Когда кто-то так выщелкнул лезвие ножа И оно с таким опасным стуком зловещим Выскочило из рукоятки И подошел к Идановскому Тот правой рукой ухватил его за нож Просто за лезвие И стал держать А тот посмотрел, оттуда кровь уже хлещет Тот смотрит А тот держит Кайдановский это с каменным лицом Это лезвие И говорит, ну что ты теперь будешь делать И тот отошел Он так же спокойно усмехаясь Попросил у кого-то платок Перевязал руку Пошли обратно в общежитие Чего-либо бояться Александр Кайдановский разучился, будучи еще мальчишкой Случай из детства навсегда перевернул его сознание Его отец, сотрудник ростовского КГБ Которого уволят в начале 50-х из органов за то, что еврей Живое воплощение порядка и дисциплины Мать, красавица-казачка, мечтает о сцене Она оставляет крошечного Сашу на мужа И никого не предупредив Подается в Москву, чтобы стать актрисой Однако из этой затеи ничего не выходит И она возвращается в Ростов Сбешенный отец хватает табельное оружие И на глазах сына грозится убить мать Испуганный Саша во все глаза смотрит на пистолет И с ним происходит странная метаморфоза Страх исчезает Остается любопытство А что дальше? Дальше детдом Родители развелись, и у каждого появились новые семьи Новые дети А Саша остался один Никому не нужны Из воспоминаний Кайдановского Тот случай изменил меня на всю жизнь С тех пор я не помню, чтобы я чего-нибудь или кого-нибудь боялся Я пытался почувствовать страх или испуг Испытывая себя много раз Не вышло Каким способом испытывал себя Кайдановский Останется тайной Одно известно точно Если его обижали, в дело шли кулаки В любую драку он кидался без малейшего страха И бился с врагом с упоением Одна такая драка стоила ему карьеры в кино Дело было в московском ресторане Кайдановский заступился за официантку И дал распоясавшемуся негодяю по физиономии Тот оказался человеком со связями и подал в суд Общественным адвокатам пришлось выступать Михаилу Ульянову И Кайдановскому дали срок Условно Но подумаешь Не буду за границу уезжать Сказал тогда Кайдановский Если бы он знал Какой трагедией для него обернется этот случай Когда Тарковский пригласит артиста На главную роль в фильме «Ностальгия» Кайдановского не выпустят из Советского Союза И тогда вместо него на съемки в Италию Поедет Олег Янковский Эта несправедливость до конца жизни Будет сидеть за нозой в его сердце Но это случится еще не скоро А пока После окончания семилетки Кайдановский уезжает к тетке в Днепропетровск Учиться на сварщика Но после летних каникул в техникум он не возвращается Будущий секс-символ 70-х В пиджаке с чужого плеча В ботинках, в которых вместо шнурков Грязный бинт и кисия От портьер Отправляется покорять Ростов Где довольно легко поступает В Ростовский театральный институт Все предметы, кроме актерского мастерства Александру прямо игнорируют Во время лекции он сидит под лестницей И надоедает старушке-гардеробщице Игрой на гитаре Тем не менее, при распределении Кайдановский входит в число лучших И его берут в Ростовский театр На первой же репетиции вчерашний студент Бесстрашно требует для себя главную роль Вам, молодой человек, еще учиться нужно Все через кушать подано проходят Таковы правила, усмехаются педагоги, привыкшие к студенческому рыболепию Учиться нужно, но только всем вам У меня Бросает Кайдановский И уезжает в Москву Он поступает в школу-студию МХАТ Славившуюся на весь мир строгой дисциплиной И незыблемыми традициями Студентов оттуда отчисляли пачками За малейшую провинность Кайдановский единственный Кто уходит сам Не проучившийся месяца Не могу я там Гордо заявляет он знакомым Портреты Станиславского и Немировича Данченко С таким укором смотрят, что вздохнуть нельзя Кайдановского принимают в Щукинское театральное училище Но и здесь ему скучно Дело в том, что Саша был Чрезвычайно начитанным человеком Очень много знавшим Очень много читавшим И как настоящий русский интеллигент Имевшим обо всем свою личную точку зрения И поэтому Студенческая среда В принципе для него была В общем в достаточной степени Ну что ли Ну что ли Тесна Из письма Кайдановского Они ничего не добавили в творческую копилку актера Кроме того Кайдановский чувствует себя в столице неуютно Он попадает в незнакомую среду Здесь всю ночь Читают стихи Пьют Сквернословят И тут же рассуждают о смысле жизни Его окружают дети Из знаменитых семей У которых одни фамилии чего стоят Со своим детдомовским прошлым И мягким южным произношением Которое он в себе до конца не искоренил Кайдановский не вписывается в новое для себя окружение Бывший детдомовец вынужден принять новые правила И включиться в борьбу за выживание В течение трех лет Кайдановский снимается в восьми картинах Из которых лишь две становятся заметными Дети Ванюшина И крах инженера Гарина Гарин Гарин Театральная жизнь складывается еще хуже Окончив в 1969 году училище Кайдановский попадает в труппу театра имени Вахтангова Приглашение играть там не случайно Молодого актера прочат на роль князя Мышкина в «Идиоте» Однако сыграть эту роль ему так и не довелось Как оказалось, знаменитый актер Николай Гриценко Никому не собирался уступать ее И едва узнав о том, что какой-то вчерашний студент Претендует на роль Сделал все от него зависящее Чтобы этого не произошло Говорят, даже больной Гриценко Вставал с постели и шел в театр Лишь бы не отдавать князя Мышкина другому Кайдановскому приходится довольствоваться Мелкими унизительными ролями Так продолжается до 1972 года Актер начинает пить И однажды все заканчивается грандиозным скандалом Когда в очередной раз Кайдановский придет на репетицию В нетрезвом виде Его уволят из театра Из дневника Кайдановского В те дни многим казалось, что я человек конченый Из театра выгнали, денег нет, живу в подвале Жил он тогда здесь неподалеку, на улице Федотовой Это было общежитие, так называлось, Вахтанговского театра На самом деле это было совершенно сюрреалистическое помещение Как-то, в общем, в чем-то с ним гармонирующе, я бы сказала Страшная на первом этаже страшная квартира В которой спускалась лестница И там еще был такой чулан, который меня специально водил показывать С провалившимся полом Там было сыро, в общем, довольно страшно Что-то действительно Достоевское там было Ты зачем мои часы взял Куда ты собрался, я тебя спрашиваю Ведь я же старухой стала Ты меня догонал Тише Мартышку распутишь Я не могу тебя все время ждать Я умру Ведь ты же собирался работать Тебе же обещали нормальную человеческую работу Я скоро вернусь Ай, в тюрьму ты вернешься Господи, тюрьма Да мне везде тюрьма Михаил Ульянов советует Кайдановскому возвращаться обратно в Ростов И пытаться устроить свою судьбу там Но молодой актер поступает по-своему В 1973 году он уходит в армию Это жест протеста Никому не позволено считать Кайдановского неудачником, заявляет он В кавалерийском кинополку Мосфильма Александр держится особняком Разыгрывая роль аристократа, офицера Белой Кости Настолько удачно, что многие всерьез считают его потомком кавалергарда Сколько раз потом Кайдановскому придется жалеть об этом Долгие годы многие режиссеры будут нещадно эксплуатировать Образ однажды принесший ему всесоюзную славу Которая, как и все в его жизни, тоже началась с конфликта На съемках фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Актер Кайдановский едва не затевает драку с режиссером Михалковым Ссора возникает из-за разницы в трактовке сложного образа белогвардейского гада поручика Лемки Он был тогда военнослужащим кавалерийского полка И, значит, этот конфликт привел к тому, что он, так сказать, отказался с нами существовать дальше В тех условиях, в которых мы жили, в гостинице, он вернулся в полк Там, где были, так сказать, его однополчане Испугались Кайдановскому следует промолчать и согласиться с режиссерской трактовкой Советский кинематограф не любит непокорных Множество актерских судеб ломалось под натиском строптивых характеров Однако Кайдановский идет на принцип На глазах у съемочной группы вспыхивает ссора, после которой следует наказание Рядового кинокавалерийского полка Мосфильма Александра Кайдановского Отправляют под конвоем на гауптвахту Куда? А ну назад? Фильм вышел на экраны И после премьеры Кайдановский проснулся звездой Женок! А ну, развяжи мне руки быстренько! Он его самого уже веселило, что В общем, сам он из Ростова От него далеко не белые кости А вот такой, значит, амплуа к нему прилепилась Эдакого иностранца и дворянина Однако обрушившуюся на него славу актер не замечает Кайдановский равнодушен к валебным статьям в свой адрес Александру все это неинтересно Как и то, что предлагают ему играть режиссеры Вот и лето прошло Словно и не бывало На пригреве тепло Только этого мало Все, что сбыться могло Мне, как лист пятипалы Прямо в руки легло Только этого мало Он часами сидит в ресторане дома актера за столиком Пьяный с недельной щетиной И читает вслух стихи Арсения Тарковского Когда Кайдановского задевают или делают замечания Бросается в драку Близкие и друзья не понимают, что с ним происходит Казалось бы, живи и радуйся Однако дерзкое и парадоксальное мышление Кайдановского Требует новой встряски Он всеми фибрами души старается не быть столпой Вся его жизнь Это исследование себя в пограничной ситуации На границе с безумием Ненавистью Смертью Таков он в творчестве Таков он и в любви Саша не прощал Не прощал Оскорблений Даже если ему казалось Что Даже если и оскорблений не было В этом смысле он был Чрезвычайно агрессивен И Так сказать Никакие компромиссы В эту секунду Не могли Осуществиться Потому что в этом смысле он шел на разрыв И в драку И так сказать так все Всерьез 1970 год Кайдановский влюблен Влюблен страстно Без памяти Его избранница Звезда советского кино Валентина Малявина Он умоляет жену Ирину Не считать его предателем И уходит из семьи Невозможная почти животная страсть Обрушивается на него Валентина Малявина Валентина Малявина была одной из самых красивых актрис Советского кинематографа тех лет Принцесса из Короля Оленя Медсестра Маша из Иванова детства Перед магией ее глаз Не могло устоять ни одно мужское сердце Маша Кайдановский безумно ревновал возлюбленную Запирал ее в квартире на ключ Но однажды посреди зимы Малявина вышла на балкон И перелезла через соседние перила Вернувшийся домой Кайдановский Искал Валентину Думал, что она выпала из окна Разбилась насмерть А она в это время сидела в соседской компании И пила вино Кайдановский был гамлетом по натуре Только вопрос, быть или не быть Александр формулировал иначе Быть, но только так, как я хочу Он мечтал, чтобы Валентина родила ему ребенка Однако Малявина не могла иметь детей И очень от этого страдала Она была старше Александра на пять лет И винила во всем свой возраст Когда стало ясно, что их роман зашел в тупик Валентина вскрыла себе вены Вся их комната была в крови И Кайдановский еле успел отвезти ее в больницу В 83-м, уже после их разрыва Когда Малявину обвинят в том, что она зарезала Своего молодого возлюбленного актера Стаса Жданько Кайдановский выступит на суде в ее защиту Но это не поможет И Малявину посадят в тюрьму на 9 лет Когда она выйдет Одним из первых, кто ее встретит Будет Кайдановский Свою новую любовь Александр встречает На съемочной площадке фильма Пропавшая экспедиция Если бы я не оказался здесь Я бы не встретил вас Восходящая звезда Евгения Симонова Прямая противоположность Валентине Малявиной Там было беспробудное веселье Была беззаботная обстановка А он отличался тем, что он без конца был с книгой И он очень много читал И слегка отличался от всех остальных И актеров, и групп Именно каким-то своим серьезом Кайдановский хочет спокойной, нормальной жизни Наконец сбывается его мечта Женя дарит ему прекрасную дочь Он начинает откладывать деньги Приглашает по воскресеньям гостей И даже сам готовит обеды Но если он знал, как ухаживать за женщиной Как ее любить То как с ней жить не знал Конечно, это был брак по большой любви И, конечно, в начале там еще кипели какие-то страсти И были уходы, приходы Ну еще, ну что говорить Маме было там 22-23 года Папе там, ну, 31-32 Это были молодые люди Там кипели дикие страсти В творческой жизни тоже вроде бы все гладко Кайдановский активно работает в кино Подождите, командир Его приглашают в Польшу сняться в фантастическом фильме Дознание пилота Перкса С замиранием сердца Кайдановский ждет решение Госкино Судимость за драку не снята И у многих киноначальников есть сомнения Выпускать артиста за границу или не выпускать Тем не менее происходит чудо Разрешение получено Кайдановский может выезжать за рубеж Но в пределах зоны соцлагеря Фактически Кайдановский играет первого терминатора в истории кино Полудетская картина имеет феноменальный коммерческий успех Однако артиста манит другая зона Которую он читает в новом сценарии Вот встреча с Андреем, она перевернула все его это самое При этом, при всем, Андрей был человеком Неулыбчивым и строгим И мало того, что он был неулыбчивым и строгим Он еще был человеком опасливым к дружбам Из аннотации к фильму Сталкер На земле после непонятного происшествия Появилась загадочная зона Опасное для человека место А в глубине зоны комната Где исполняются заветные человеческие желания Комната, к которой Сталкеры Знатоки зоны, умеющие обходить ее ловушки Водят всех желающих Зона — это очень сложная система Ловушек, что ли И все они смертельны Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека Но стоит тут появиться людям Как все здесь приходит в движение Бывшие ловушки исчезают, появляются новые Безопасные места становятся непроходимыми И путь делается то простым и легким То запутывается до невозможности Как это ни странно Но о своей лучшей роли в кино Кайдановский вспоминать не любил Из воспоминаний Кайдановского Я никем не могу быть после Сталкера Это все равно, что сыграв Христа Взяться за роль главного бухгалтера Он не любил Как бы бесконечно, чтобы его сравнивали с этим Сталкером И вот что вот он только Сталкер Но все равно вот какая-то сцена идет И он ее как-то изучает Через несколько лет он закончит карьеру артиста Продаст машину Разведется с Евгенией Симоновой И уйдет в режиссуру Потом уже папа говорил Женя была единственная женщина Которая от меня ушла Он с гордостью всем это рассказывал Что это не он ее бросил, а наш Но что он для этого сделал Чтобы она ушла Не любил Кайдановский говорить о Сталкере и по другой причине Самый культовый фильм Андрея Тарковского Сыграл с его создателями злую шутку Все исполнители главных ролей И сам режиссер умерли сравнительно молодыми Анатолий Солоницын от рака легких От той же болезни скончался и Тарковский Смерть шла по пятам И об этом Кайдановский не мог не думать Несчастья на Сталкер свалились с самого начала Так вышло, что при отработке пленки Проявочная машина дала сбой И отснятая пленка пострадала Погибла половина материала И две трети отпущенных на фильм денег Съемочная группа оцепенела Всем было ясно, что картину скорее всего закроют Кайдановский понимает, что лучшая в его жизни роль Может не увидеть свет Неосознанные вспышки гнева следуют одна за другой Он мог сидеть, выпивать Потом вдруг что-то разозлится на кого-то На какую-то фальшь И внезапно человека ударить А потом благородно извиниться Помогло быть и такое Что все вытаращат глаза и спросят почему А у него были свои причины Карковский очень ревниво относился к своим актерам И не разрешал им сниматься на стороне Но когда не состоялся первый вариант Сталкера Андрей Арсеньевич договорился с узбекским режиссером Хамраевым О съемках его артистов в другом фильме Однако между Хамраевым и Кайдановским вспыхивает конфликт Артисту не нравится текст роли Который, по его мнению, слишком советский И он требует его изменить Режиссер отказывается И во время съемок Кайдановский ни с того ни с сего Бьет по лицу режиссера и уезжает в Москву Конечно, претензии к сценарию Стали лишь формальным поводом к ссоре Причина крылась в другом Накопленная усталость и раздражение Искали выход Эта зона Может даже показаться, что она капризна Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали Своим состоянием Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться С полдороги несолонно хлебавшим Были и такие, которые гибли у самого порога комнат Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас Зона сталкера оказывает серьезное воздействие на артиста Он продолжает быть заботливым мужем Но уже снова ищет экстремальные ситуации Ходит по лезвию ножа Живя жизнью своего странного персонажа В это время, если к актеру кто-то обращается на «ты», то прежде чем ударить, он говорит «Я попрошу вас на «вы»» В одной из компаний как-то обсуждалась тема декабристов Которая для Кайдановского была особенно болезненной Один профессор, маститый ученый, заявил, что декабристы были обречены на провал Поскольку среди них затесалось несколько евреев Кайдановский в буквальном смысле загнал профессора под журнальный столик Где тот и сидел, пока не извинился И дело было даже не в том, что Кайдановский защищал евреев Он в принципе не терпел мерзавцев Сталкера переснимут Но несмотря на успех фильма, между артистом и режиссером появится холодок Что было тому причиной, неизвестно Александр всегда деликатно обходил эту тему в разговорах Когда, так сказать, действительно они делали Сталкера Когда они второй раз начали снимать Сталкера сначала И, значит, Саша не хотел сниматься второй раз в этом самом Но Андрей как бы заставил его просто сниматься второй раз в Сталкере И начав сниматься второй раз в Сталкере Саша понимал, что это самые счастливые дни его актерской карьеры Именно те, которых он не хотел Вот И как оно и должно было закончиться Съемки сами по себе Сталкера закончились Каким-то отчуждением и неприязнью Отношения между ними ухудшатся Когда Кайдановского не выпустят на съемки следующего фильма Тарковского «Ностальгия» Андрей Арсеньевич довольно быстро найдет замену И в Италию поедет Олег Янковский Это станет ударом для Кайдановского И он надолго замкнется в себе Ужасная история Глупейшая история с ностальгией И, понимаете, совсем уже, так сказать, никуда не годящаяся Когда, наконец, так сказать, у них Вот эта вот самая, так сказать, неприязнь Переросла опять в понимание того, что они необходимы друг другу Как два абсолютно гениальных художника Следующие пять лет пролетят незаметно И снова последует пощечина от Гузкино Соловьев пригласит Кайдановского на главную роль В свою следующую картину «Избранные» Которую предстояло снимать в Южной Америке Я был убежден, что я буду снимать Сашу И у него блестящие пробы были Замечательные пробы были Однако артисту припомнят все И вместо Кайдановского в Колумбию поедет Леонид Филатов И уже там, в этом самом, в Колумбии Когда я дал телеграмму, что высылайте Слите Кайдановского Лицом Кайдановского, самого Кайдановского Вот, и мне дали телеграмму, что Готовы выслать актера лицом Кайдановского Но не Кайдановского Кайдановский понимал, что сталкер Стал той вершиной, которую он хотел достичь и достиг И подобного материала у него больше уже не будет Он уходит в режиссуру И снимается только, когда ситуация с деньгами становится отчаянной Но из всех работ запомнится лишь детектив «Десять негритят» Станислава Говорухина Послушай, милая Давай слушай меня внимательно После развода с Симоновой Кайдановский перебирается в коммуналку Теперь это его зона Комната, в которой стены выкрашены в черный цвет А на потолке летают лепные ангелы Однажды в его доме побывает знаменитый режиссер Параджанов О котором говорят, что он имеет дар прорицателя Оглядевшись, Параджанов становится печальным В этой комнате ты должен умереть Тихо говорит он Кайдановский холодно усмехается В последнее время его все чаще и чаще посещают мысли о смерти Все время его окружали какие-то вот такие вот странности Была коммунальная квартира С большой комнатой, была с колонной Черного цвета стены Очень странное какое-то было помещение В котором, тем не менее, он себя замечательно, органично чувствовал Там у него ставил компьютер Огромное количество книг Их пластинки Хотя уже тогда была эпоха магнитофонов И уже современных, и кассетных Но тем не менее, он очень любил эти самые большие Такие вот старые, еще пластинки Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана Так и не зачем жить Его первый фильм «Простая смерть» Ну а если есть цель жизни То ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель Да и следующая за ним полнометражная картина «Жена керосинщика» Пропитана мотивами смерти и трагическим ожиданием конца Этот фильм приносит Кайдановскому европейскую славу Его приглашают стать членом жюри Венецианского кинофестиваля 1988 год Эпоха гласности Горбачева набирает обороты И постепенно исчезают многие запреты Как в политике, так и в искусстве Кайдановский становится выездным Его приглашают в лучшие дома Парижа, Лондона, Кан И теперь он даже может запросто пройтись под ручку с Катрин Денев Ну то есть она там просто Саша Чтобы значит там какой-то там следующий фильм Там у вас снимается Туда-сюда так-то Совершенно мы вдвоем стоим Она как-то так Не замечая вообще, что я тут есть Катрин Денев Однако жить Кайдановскому остается совсем недолго Инфаркты случаются один за другим Его предупредили Вот столько-то не употреблять Вот такую-то пищу есть Вот столько-то не курить Вот столько-то не ругаться Вот столько-то не беречь нервы Иначе можете получить У него было совершенно измочальное сердце Я помню, что значит Я говорю, слушай, у меня давление шпает Он говорит, слушай, все это такая ерунда Я недавно упал на лестнице Я говорю, как упал? Упал на лестнице от давления И мне дали, я до сих пор помню Он говорит, мне дали лекарство Мне дали лекарство Он запиши, у тебя есть записка эта самая? Так что я еще как бы и пациент Кайдановского Не врести внимание Это все, говорит, такая галиматья Ну упал, ну выпил таблетку Ну встал и пошел дальше После второго инфаркта Едва выписавшись из больницы Не слушая категорических запретов врачей Кайдановский уезжает в Лондон Снимать клип Гребенщикова Гарсон номер два Он делал все одновременно Вот в это время Прямо в одно и то же Как будто все успеть И не обращает внимания на эти болезни А ходил утром по стенке И так его как-то мутило То есть даже толком болезни Она не дал Он сам как бы закончится Ей не то, что там излечиться Александр успевает жениться В последний раз Его женой становится актриса Инна Пиварс Они познакомились на пробах Последнего фильма Кайдановского Восхождение к Эрхарду Их брак длился три недели И они даже не успели переехать Из коммуналки в новую квартиру Я как-то постепенно стала Внушать как-то идею Что нужно Наверное такому художнику, как вы Как-то отдельно жить Или хотя бы телефон Провести в комнату Но телефон в комнату не разрешали проводить Потому что Соседи боялись Что будут подслушивать их разговоры Нельзя Третий инфаркт Случился 3 декабря 1995 года Скорая помощь приезжает Слишком поздно Звонила один раз Потом бежала их на улицу Встречать Зная, что они могут Не в тот подъезд Как-то Это зима Голая там в тапках С такими глазами На выкате Ну что про это рассказывать И потом Что-то нету и нету Мне казалось Это безумно долго Потом я прибегал назад Звонила еще куда-то Вот И в общем Потом в результате Они приехали Ну они все как Это бригада была Которая Сашу Забирала По-моему В первый раз Если вы только знали Как я устал Одному боку Известно Господи Самое страшное Что не нужно Это никому Никому не нужна Это комната И все усилия Ни к чему Пока жена и друзья Прощались с артистом В ногах мертвого Кайдановского Лежал его кот На сферату Рядом сидела Собака Зина Его единственные По-настоящему Близкие существа Во время похорон Кот Чуть не сшиб Гроб Задел стол Подсек шаткую ножку И гроб Стремительно поехал Вперед Напугав священника Говорят Кайдановский Не хотел держать свечку Она все время Падала Свою жизнь Александр Кайдановский Прожил быстро Он спешил сделать Как можно больше Чувствуя Что может Просто не успеть Кайдановский Как и его герой Сталкер Пробовал себя На прочность Он был уверен Что судьба Уготовила для него Множество испытаний И опасностей Но он их может И должен преодолеть В его жизни Все складывалось Так будто он Не напрямую Шел к заветной цели А по причудливому Маршруту От одной ловушки К другой Только гаек На пробу Как сталкер Не кидал Шел сразу Все мы здесь Понимаете Здесь В зоне Счастье мое Свобода мое Достоинство Все здесь Я ведь Привожусь До таких же Как я Несчастных Замучен Им Не на что Больше Надеяться А я могу Понимаете Я могу им помочь Никто им помочь Не может А я гнида Я гнида могу Я к счастью Плакать готов Что могу им помочь В этом все Ничего не хочу больше А Я Не Mis Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok